Самую дорогую сигнализацию, даем комплект шин и там еще что-то такое на определенную сумму, а вы ждете этот гарантийный ремонт и не будете требовать замеры автомобиля. То есть таким образом вопрос был импулирован. То есть был достигнут компромисс. Хорошо, и мой последний вопрос, как вы оцениваете перспективы развития медиации в регионах Казахстана? Не только в столице, но и в регионах в целом. Перспективы, они, конечно, хорошие, но я пока что вижу, что у нас не все осведомлены в этом вопросе, поэтому приходится, честно, еще вести, скажем так, обитационную работу относительно этого вопроса. Что это такое, люди еще не понимают. Они вот даже сами юристы, вот я, честно, не буду обманывать, но даже сам, когда я еще не углублялся в саму медиацию, я предполагал бы, ну, зачем нам медиация, если существует мировое соглашение судебного порядка и так далее. То есть из такой позиции. Ну, когда у Дубнина мы с вами в том числе рассматривали многие моменты относительно того, что здесь более глубокие есть изучение этого вопроса, то здесь надо просто раскрывать в этом. Потому что мировое соглашение, так поверхностные накиданные в свои предложения, и на этом все решается. Медиация, она более глубоко заглядывает, разъясняет, на это нужно время, на это нужно понятие, объяснение и так далее, то есть чего не хватает у нас в судебной системе. В судах суды загружены, у них времени нет, давайте бесконечайте, две пофиктующей стороны, адвокаты, все злые, друг друга не любят и так далее. То есть никакого диалога нет. Идиация наша политночь. Да, то есть недостатки состязательного подхода. И тогда разрешите еще один вопрос. Если у вас есть статистика о проценте исполнения медиативных соглашений добровольно, без принуждения, как вы оцениваете, много или мало, часто или редко происходит такая ситуация, когда бывшие оппоненты, они прибегают к службе судебно-приставных исполнителей, а принятые на себя обязательства добровольно исполняют? Ну, на сегодняшний день я статистику прямо не приведу, но не совсем пока что это, как сказать, люди идут к этому, потому что люди еще не понимают. Понимаете, люди не понимают. И, как правило, одна сторона, если ты готова на лидиацию, а вторая сторона, как правило, находится где-то за боком. Первая сторона не может объяснить, а мы не можем позвонить, естественно. То есть здесь, понимаете, такой момент происходит, что одна сторона, если поймет, другая где-то ходит и ничем не соглашается. То есть здесь очень сложно, честно говоря, привести к этому. Пока что общество не поймет в эту систему, в принципе, лидиации, то есть это невозможно решить пока. Ну, как сказать, не то, что невозможно, но очень сложно людей привести к этому. Ну, хорошо, замечательно. На этом все. Жаслан Балатович, большое спасибо вам. Я направлю вам ссылку на проведенное интервью. Этот клип будет вам доступен, и определенные фрагменты этого клипа мы направим участникам конференции. Будьте добры, если у вас есть тезисы и слайды, несколько слайдов и буквально хотя бы одну-две странички тезисов, мы ждем. Я вам электронный адрес вышлю, хорошо? Хорошо, постараемся. Хорошо, да, всего доброго. Спасибо, до свидания.